Продолжение следует... ...расположены у других звезд. И основной инструментарий, который определяет, что это такое, похожесть на Землю и возможность жизни на этих планетах, базируется на простой вещи, что если звезда светится, а по ее диску проходит планета, то светимость звезды уменьшается на несколько десяток процентов. Вот это как бы ловится. Вы понимаете, что планета по диску звезды должна быть в одной плоскости с нами. Если галактику взять, значит, не выше слой, не ниже слой, а примерно на нашей плоскости эклиптики находящейся, во-первых, должны быть звездные системы, во-вторых, орбита планеты должна, так сказать, не какая-нибудь косая, такая вот, вот такая вот быть, а вот именно вот в таком вот разрезе должна быть. Поэтому, естественно, не все звезды таким образом на ближайшие можно рассмотреть. Кроме того, самое-то главное. А чувствительность приборов позволяет сказать, что на какую вот долю уменьшилась светимость какой-нибудь звезды, чтобы определить, какое тело, значит, закрыло это диск звезды. И вот прямо по экватору или в районе полюса и так далее. Ответ. Чувствительность современных приборов на порядок ниже того, чего нужно. То есть в 10 раз ниже. Поэтому это утверждать о том, что какая планета, большая, маленькая, находится она, так сказать, в зоне жизни или нет, ну, мягко выражаясь, не очень корректно. Так, предположительно только можно об этом говорить. Причем, как вот определяется, на каком расстоянии она, значит, вот если смотреть на эту звезду конкретную, вот как часто вот так вот происходят эти вот некие затмения, может быть, от нескольких планет, а может быть, от одной, которая быстро крутится, а может, медью. Ну, вот это считаются вот эти вот, периоды считаются. И уже пошли рассуждения о том, что на какой-то планете скалы, на какой-то деревья растут. Ну, фигня это все, прости господи. Ну, просто это вот, а для чего все делается-то? Чтобы доказать, что Америка, как всегда, во главе со своим этим НАСА, вот номер один, это все вот НАСА. Вот недавно публиковали доклад, который был связан с тем, что Кеплер, это вот физическая обсерватория, ну, космический, значит, аппарат, который давно уже, значит, болтается в космосе и чувствительностью обладает хорошей, ну, для нашей Солнечной системы, для каких-то задач. Вот он, значит, сломался, ну, вернее, выработал свой ресурс. Что-то там с ним сделали, он продолжил еще, значит, вот работу, и, в частности, вот эти экзопланеты тоже смотрел. 1400, если мне память не изменяет, значит, звездных систем, вот, рассмотрено, и вот там обнаружены вот эти вот мигания, как бы, яркости, да, то есть, значит, планеты. Больше всего мне понравились выводы, вот, которые делают американские наши заклятые друзья. Ну, это дебилизм какой-то, честное слово. Значит, первое, значит, из тысячи, там, или 13, что ли, тысячи, ну, много. Там, допустим, из 14 тысяч 13 тысяч планет, значит, точно, там, в поясе жизни, может быть, да, то есть, на таком же расстоянии от звезды, как вот мы, примерно, там, размеры планетам, ну, там, меньше Юпитера. Вот мы с вами на газовом гиганте, значит, меньше Юпитера, это вот такая биологическая жизнь, может быть, да. А вот, там, чем 1300, 1400, эф, 14, 13 тысяч из 14, может быть, значит, есть, а 700, там, с лишним, это, так и написано, астрофизические феномены. Как это? Это феномен, это что? Может, тарелки летающие закрывают? Или мы неизвестные природные явления видим? Или это объявляется нормально, что это достижение нас? А вот это мы объяснить никак не можем, говорят они. И, наконец, вывод, который больше всего меня умирил. Это же надо же такими мозгами обладать, чтобы понять, что планет во Вселенной больше, чем звезд. Ну, у нас, по-моему, школьник это может знать, да. Ну, правда, нет, школьник уже не знает, потому что астрономии у нас и нет такого предмета. Но мы-то сами понимаем, да, что, может быть, звезды рождают свои спутники, то бишь планеты, или звезды, благодаря своему, там, тяготению энергии, ну, формируют из газово-полевых облаков планеты, неважно. Ну, естественно, этих каменюк по отношению к звезде, вот, под названием планеты, ну, конечно же, больше. Конечно же, больше. Поэтому вопрос о том, что какие-то открытия сделаны, и что вот-вот там Близе, там, 235, всего тут 13 световых лет лет лететь, и мы вот завтра точно будем знать, какие там именно деревья растут, ну, это, ну, никакой критики не выдерживает. Кроме того, если вообще-то говоря, вот строго по науке говорить, очень скоро, ну, не то, что не скоро, в принципе, есть области, по которым мы ничего не сможем сказать. Это когда очень далеко, и когда мощности даже звезды не хватает, чтобы выдать нам сигнал. Это первое ограничение, физическое. И второе, чувствительность наших приборов, она должна быть, иметь предел, она его имеет, связанный уже с, как бы, внутриатомными процессами в детекторах, вот, в датчиках. Вот ниже, там, субатомого уровня мы не можем получить сигнал, в смысле, отследить сигнал. Никогда, в принципе. Поэтому вся вот эта вот сфера нашего, так сказать, как бы, познания, определения планет сугубо ограничена. Коллеги, будем смотреть в небо, будем смотреть под ноги у нас на Земле, включая нас самих, очень много непонятного и неизвестного. Приведу простой пример. Мы все знаем с вами про дельфинов. Хорошие такие, вроде как животные. Значит, вот здесь вот, может быть, со временем выступит представительница войсковой части 10.003, которая, по заданию, значит, и генштаба, в свое время, когда-то, лет 25 назад, выходила на телепатическую связь с дельфинами. И те ей передавали устройство их цивилизации. Ребята, ну, это совсем другая цивилизация. Без техники, оружия, понятно, да? Базирующиеся на чувствах. Даже здесь, на Земле, у нас не надо нам этих экзо. Спасибо за внимание.